привет друзья спрашивали у меня по поводу как где-то машину свою там ремонтируешь масло меняешь в бруклине очень много автосервисов русских и вот этот я ездил здесь боря хозяин сейчас вот спросил правда нет его на работе сегодня суббота я с ним познакомился изначально когда еще мазду купил здесь менял масло там что-то когда мне помню зелено разбили окно меня вставили стекло здесь то есть все все на русском языке весь персонал у него русский мало того если здесь меняешь масло потом бесплатно у него здесь же мойка то есть он дает такой талончик и на мойку на мойку едешь никаких вообще проблем то есть не не нужно знать чем что-то знать и загнал все там сидишь и кофе пьешь и они все делают вот ребята все такие большие профессионалы по 20 лет занимаются ремонтом машины так со многими уже знаком так что и поток у него колоссальный конечно смотрю что постоянно один за другим то есть популярны в сердце вот там за углом еще там тоже ребята русские у них всем русские евреи из израиля приехали кота уехали советского союза в израиль потом в израиле жили здесь открыли автосервис вот я когда-то здесь уборишь это было загрузка большая паш поехал у них один раз масло меня тоже нормально работают все идеально это вот район макдональд авеню здесь много русских автосервис так что пользуйтесь и я знаю что к ним довольно легко устроиться на работу потому что машины количество увеличивается и мастера требуется соответственно поэтому если вы авто механик пройдитесь по русским автосервисам предложите свои услуги может быть вас возьмут на работу ну как бы они не разрешают когда они машину ремонтируют они заставляют ждать здесь потому что там как бы технологически ну нельзя наверное правильно и в яму не упало тогда более дешевая рабочая сила работа это все канцер остановок и жители карибских островов поток у него колоссальный я с ним разговаривал с борьбой когда познакомился а только когда приехал первый месяц был второй когда машину купил и и разговаривал с ним и он говорил что вначале когда он приехал он работал на форде а на автосервисы ford не знал ни одного слова по-английски вот и учился все работал просто на компании потихоньку все осваивал а потом через какое-то время открыл свой бизнес и он сверху спешно просто у него очень богат и состоятельный человек 50 только сотрудников работает визуально сейчас увидели сколько человек да там сервисы сколько здесь на мойки сколько тут магазин еще он продает всякие там мини запчасти для машин это русская школа элементарно это говорит приехал тоже 500 долларов было вначале а вот русская школа это большая но это по-моему это не садик это baby академия это очень известна такая а что они это ну дети детей ну как это типа это русская русско-американская школа как бы это частная да да сейчас на младшие классы я не знаю по моему они огромные опять же то есть это русские приехали они думают что не приходится с деньгами начали с нуля и заработали такое здание все 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 зависит только от вас хотите работать и быть хозяином автосервиса начинайте работать салопор не поработайте чуть-чуть научитесь а потом откроете купите свое здание